Среди других играющих детей она напоминает левушонку. Заправленный образцы худая левушонка. Колечки рыжевалки, клубы и расправленные. Забыть слова тоже можно по-разному. В том числе мило, вполне по-актерски. В волнении оправданно идет отбор в один из самых престижных театральных вузов России. Школу-студию при Московском художественном театре. У претендента 10 минут, чтобы доказать он то, что нужно. Вдруг мы сейчас найдем Смоктуновского какого-то. Мы его заберем с удовольствием в Москву или Раневскую какую-то найдем сейчас. Или Кристину Бабушкину, которая из вашего города, которая моя партнерша по спектаклю «Дома», которая завидовала мне, что я сюда поехал. Прослушивание – часть проекта «Молодой МХАТ Сибири». Он реализуется на средства благотворительного фонда Олега Дерипаска «Вольное дело» и компания «Ен плюс групп», для которых поддержка театрального искусства – одно из главных и приоритетных направлений развития. Отбор талантов проходит во время гастрольного тура школы-студии. В этом году, конечно, мы очень рады и благодарны школе-студии «МХАТ», что совместно с фондом Олега Дерипаска «Вольное дело» мы везем гастрольный тур «Молодой МХАТ Сибири» в Иркутск, Красноярск и Абакан. Такая практика у нас, как я уже говорю, в первый раз, но мы очень надеемся, что в последующие годы мы сможем делать это регулярно. Уже более 10 лет мы поддерживаем проекты школы-студии «МХАТ». Мы работаем со школой по-разному. Мы поддерживаем стипендиальные программы для талантливых студентов и педагогов, поддерживаем театральные фестивали, которые проводит школа-студия, и поддерживаем вот такие гастрольные туры, которые на самом деле мы для себя называем шире, чем гастрольные туры. Мы говорим, что это культурная акция. На прослушивание пришли более 60 молодых людей и девушек, мечтающих об актерской карьере. Возраст претендентов от 18 до 24 лет. Для широкой же иркутской публики молодые мхатовцы привезли музыкальный спектакль «Несовременный концерт». В программе также творческие встречи, а 25 июня в Шелиховском доме культуры состоятся поэтические чтения. Туяна Немаева, Александр Барановский. Новости и сейчас.